Мы приехали на Ярославскую детскую железную дорогу, при входе на которую нас встречает экспозиция из снегочтителя ЦУМС 1930-х годов, из вагона Хопперы 1950-х годов, а также из старинной бочки 1903 года выпуска. Кстати, если вы думаете, что все светофоры на железной дороге называются семафорами, то нет. Светофоры на железной дороге называются светофорами, а семафор находится за моей спиной. Это механическое средство сигнализации, у которого есть вот это красное крыло, по положению которого машинист понимает, можно ему ехать или нельзя. Первоначально Ярославская ДЖД была запущена в 1946 году. Она располагалась в Заволжском районе города на берегу Волги. В 1958 году было затоплено Горьковское водохранилище, в результате чего были размыты берега Волги, и ДЖД была закрыта. Нынешняя Ярославская ДЖД была открыта 17 апреля 1970 года, тоже в Заволжском районе, но на этот раз уже в Яковлевском бару. На ДЖД есть две станции, Пионерская и Яковлевская, а также три остановочных пункта. Локомотивный депор расположен на станции Пионерская. На сегодняшний день локомотивный парк детской железной дороги представлен паровозом ГР-332, 1951 года выпуска, тепловозом Ту-7А-3349, 2008 года выпуска, и тепловозом Ту-10-024, 2013 года выпуска, которая сегодня и работает с поездом. Тепловоз Ту-10 спроектирован в 2010 году на Камбарском машиностроительном заводе. Всего их построено 33 штуки. Тепловоз имеет неоднозначную внешность, за которую некоторые называют его рельсовой маршруткой. Что до меня, то мне больше нравится форма тепловоза Ту-2 с его огромными круглыми фарами. Но Ту-10 тоже довольно неплохо, особенно в такой окраске. Одно можно сказать с уверенностью. Ту-10 гораздо круче, чем кратовские Ту-2К, и уж тем более он круче, чем иркутские переделки тепловоза Ту-2, которые выглядят вообще как не весть что. Ну нахер! Отец! Если у вас есть опыт управления тепловозом Ту-10, поделитесь им, пожалуйста, в комментариях. Каково это, управлять железнодорожной маршруткой? Или не маршруткой, а нормальным тепловозом? В любом случае, ждем вашего экспертного мнения. А давайте мы с вами ненадолго переместимся в мои фотоархивы и посмотрим, какие локомотивы были на Ярославской ДЖД в 2007 году. Именно тогда я впервые посетил это место. Например, в депо стоял тепловоз с механической коробкой передач, почти как в автомобиле. Ту-6А-2360. Позже он был списан. Также здесь был тепловоз Ту-7А-2866, который в дальнейшем попал на Октябрьскую железную дорогу. И, наконец, паровоз ГР-332 стоял в качестве памятника, вместо того, чтобы возить пассажиров. Также на этих фотографиях можно видеть, какой ярославское ДЖД была до реконструкции. И ставьте лайк, если согласны со мной, что до реконструкции любая ДЖД смотрелась лучше, чем после реконструкции. В особенности это касается кратовских тепловозов Ту-2К. Господи, кто только рисовал их дизайн. А еще на ярославской ДЖД были два тепловоза Ту-3 чехословацкого производства. У себя на родине они обозначались как Ту-47. Машина 003 была 1957 года выпуска, а машина 043 была 59 года выпуска. К сожалению, тепловозы Ту-3 не дожили до наших дней. 43 машина была списана в 1993 году, а 003 в 1996. В России сохранился один тепловоз Ту-3, номер 001. Он находится на малоцарско-сельской железной дороге в Петербурге. Также два тепловоза Ту-3 есть в Украине, и один тепловоз остался в Литве. Ну и какое-то количество тепловозов Ту-47 есть в Чехии. Субтитры подогнал «Симон» Весело живут путейцы ярославской ДЖД. А теперь моя любимая рубрика «Режим Варламова». И сегодня у нас обзор благоустройства детской железной дороги в Ярославле. Для начала здесь есть крутая аллея с именными туями, каждую из которых посадили, видимо, юные работники детской железной дороги. Например, вот эта маленькая туя посажена в день бракосочетания Михаила и Ирина Васильковых. Честно говоря, понятия имею, кто это такие, предполагаю, что это бывшие работники ДЖД, которые в день свадьбы решили приехать к себе на ДЖД и посадить на память вот эту чудесную тую. Смотрим дальше. Плитка уложена достаточно качественно, а лавочки установлены без спинок. Здесь есть дизайнерские урны для мусора из бетона. И, конечно же, здесь есть детская площадка. Куда же без детской площадки? Как всегда паровозик, который даже близко не похож на паровозик. Снова мы видим фанерную коробку, к которой приделали круглые фанерные блинчики, имитирующие колеса. Ну почему до сих пор ни один производитель детских площадок не может сделать нормальный паровоз для детской площадки? Ну серьезно, что это? И почему именно московский Кремль? Неужели нельзя было придумать детскую площадку, напоминающую локомотивное депо, например? Аддикторша тараторит. Тра-та-та-та-та-та-та. Красивый разноцветный фонтанчик. Здесь даже есть общественный туалет. На платформах установлены стильные красные навесы с на вид весьма удобной лавочками. Сейчас я ее затестирую. Не хватает разве что подлокотников, но все равно лавочка довольно крутая. Парковка для велосипедов. На месте. Цветник и малая архитектурная форма. Прекрасно. Лавочки с крутой удобной спинкой. Все-таки присутствуют. Моя оценка благоустройства Ярославской ДЖД 8, Ильей Варламов и 10. Здесь все круто, но на мой личный диванный экспертный взгляд, детская площадка здесь должна быть тематическая. Камон! Где Московский Кремль и где Ярославская ДЖД? Дорога. Дорога. Вот он, зеленый красавчик 1951 года выпуска. А вообще строились паровозы ГР с 1947 по 1956 год в немецком городе Бабельсберг на заводе имени Карла Маркса. Всего было построено 420 штук. Эксплуатировались они в Германии, а также в СССР. Наш герой изначально эксплуатировался на Гайворонской узкоколейке в Украинской ССР. А в 1995 году был передан сюда, на Ярославскую ДЖД, где установлен в качестве памятника. В 2018 году силами депо Санкт-Петербург-Московский паровоз был приведен в работоспособное состояние и вернулся на Ярославскую ДЖД, где радует нас своим потрясающим гудком и зелеными красками. Пора снимать Ту-10. Нам крупно повезло, потому что паровоз вышел из депо и сейчас потащат пассажирский поезд. Это гораздо интереснее, чем скучный Ту-10. Паровоз нос к колейке на детской железной дороге. Вы только вдумайтесь, машинистов паровозов до сих пор обучают и это круто. Кому-то же нужно, в конце концов, водить туристические поезда, вроде поезда Деда Мороза. Я вас немножко обманул, потому что выяснилось, что паровозом управляют не юные железнодорожники, а вполне себе обычные. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ярославская детская железная дорога работает летом, с четверга по воскресенье, а также в мае и в сентябре, по выходным и по праздничным дням. Время работы с 10.30 до 16.00. И я определенно рекомендую вам ДЖД к посещению. Даже если вам не слишком интересны поезда, все равно вы получите здесь хорошее впечатление. Ну а мы с автобус-мастером продолжаем исследовать город Ярославль. Как тебе Ярославское ДЖД? Очень здорово, очень круто, очень самобытно. Паровоз это, конечно, однозначно лайк. Это вообще прекрасно, живой паровоз узкоколейный. Мне кажется, что я не первый раз снимаю, я не помню, снимаю просто в Питере его или нет такой. Но, в общем, прикольно, прикольно. Достойный объект. Ставлю 5 звезд. КОНЕЦ КОНЕЦ